Всем привет! Сегодня, как и обещала, снимаю видео о том, какие средства из декоративной косметики я беру с собой в путешествие. Значит, все удачно так сложилось, что косметичка, которую я долгое время от шеркавер не могла использовать. До этого у меня здесь хоронились минеральные средства, которые я заказывала с сайта Beauty Minerals. Ну, я сейчас их отложила в другое место и сюда сложила все средства, которые я возьму с собой. Значит, здесь очень хорошее, удачное отделение для кистей, карандашей, которые я так разумно, как мне кажется, разместила данные косметички. Все самое необходимое. Значит, одну кисть от Real Technics для нанесения тональной основы, потом кисть от Nub'a номер 16 для нанесения румяшек. Вот в этом отделении у меня лежит подводка от Pupa. Дальше идут кисти также от Nub'a номер 13, номер 12 две штучки, потом растушевочная от Изодора, еще одна номер 12 от Real Technics и вот такая вот для растушевки консилера. На всякий случай беру. Вот в этом же отделении... А, еще скошенную кисть беру на всякий случай. Вот. И в этом отделении у меня различные карандаши. Значит, один карандашик беру от Bino для губ, потом два карандаша от Avon из серии Diamonds, один черный, другой синий, белый карандаш, конечно же, как без него. Потом бежевый, который я приобрела недавно, это от Изодора, я уже показывала. И вот такой вот от Nub'a, такой между коричневым и фиолетовым. Вот, все это удачненько у меня сложила, сложила я вот в это отделение. Вот, все самое необходимое, в общем-то, есть. Дальше перейдем к основному отсеку. Это те средства, которые я, в общем-то, беру с собой. Значит, скорее всего, возьму вот такую пудру от Mary Kay 05 Beige. Пока не решила, но, скорее всего, возьму рассыпчатую. Румяшки от Nub'a. Вот такой вот холодный оттеночек. Номер 56, активный я ими в последнее время пользуюсь. Потом вот такие вот румяшки от Dr.Pierreco. Видите, они уже так практически заканчиваются, дно видно. Ну, если вдруг дороги, они у меня треснут, раскрашатся, то я не привезу их обратно, это точно. Дальше, дальше, конечно же, салфетки от Mary Kay. Это уже начатое. Их, конечно же, уже меньше, чем 75 штук, но беру обязательно с собой. Так, из помад я беру всего две. Это Nub'a устойчивая помада номер 126 и Mary Kay. Дальше миниатюрку туши от Chanel. Вполне мне ее хватит в поездке. Вот такой вот блеск от Givenchy, интересный. Дальше блеск от Clorans. Блеск от Amway. Такой вот подсветка с зеркальцем. Конечно же, точилку, так как я беру карандаши. Сюда переложила зеленую пудру, которая была здесь, но закончилась. Когда я купила полноразмерную баночку большую, я пересыпала сюда и возьму с собой поездку. Дальше беру прозрачный гель, на всякий случай для ресниц и бровей. Потом базу от Calistar. Потом также базу и уход для ресниц от Evelyn. Два консилера-корректора. Один от Benio номер 5 и второй от Clorans номер 02. Дальше вот такую беру от Marikey кисть для нанесения ночной зеленой пудры. Ну и в принципе могу использовать и для нанесения вот такой вот рассыпчатой пудры. Тональную основу беру скорее всего вот такую Bourjois 1, 2, 3 Perfect. Или скорее всего возьму еще, возможно, возьму вместо нее вот такую вот Lancome. Недавное приобретение TNT Doll Ultra 24 часа. Пользовалась ей всю неделю. Неплохая основа, действительно хорошо держится. Не окисляется. У меня в оттеночке 0,10. Вот, но я пока не решила, какую из них возьму. И когда я покупала основу, я еще приобрела вот такую вот третью уже по счету пудру от Lancome. У меня в оттеночке 0,2. Большое зеркало. Здесь губка. Спонжик двухсторонний. Можно использовать данную пудру как два в одном. Как на влажную использовать, так и на сухую. Но брать с собой не буду. Она очень нежная к различным механическим повреждениям. Вот. Ну и, конечно же, беру вот такую вот матирующую базу. На всякий случай буду пользоваться. Но, думаю, что не так часто. Вот, в принципе, это все средства, которые я беру из декоративной косметики. Также в ручной кладе у меня будет косметичка, в которую будет лежать пудра. Пудра от Pupa в оттеночке 0,5. Такая вот запеченная я вам показывала. Это тоже моя вторая покупочка. Второй раз я приобретаю данную пудру. И сейчас я ей активно пользуюсь. Она всегда у меня лежит в косметичке. И также в косметичке, которая будет всегда со мной. И сейчас находится вот такой вот бальзам от Clorans. Это уже второе тоже по счету. У меня в оттеночке 0,1. Есть в оттеночке 0,2. Но, в общем-то, вот 0,1 мне больше всего нравится. Из теней, из теней возьму, скорее всего, вот такие вот тенюшки. Может быть, не все. В одну коробку положу именно те тенюшки, которые я вам показывала. Вот там V, жидкие тени. Вот такие вот двухфазные. При нанесении их надо очень устойчивые. Очень хорошо держатся в течение дня. Без базы, без базы. Можно их сочетать один с другим. В общем-то, думаю, что возьму или два набора, или одну коробочку, в которой совмещу самые ходовые оттенки. А, возможно, не буду долго думать и возьму два набора теней. В общем-то, это все средства, которые я беру с собой в поездку на неделю. Думаю, мне этого вполне хватит. Если что, какие-то необходимые средства могу докупить в поездке. Следующее видео уже будет о уходовых средствах, которые я беру с собой. Увидимся в новом видео. Пока. До новых встреч.